Я Андрей Бойко и мы с вами на 110-й юбилейной международной мотоциклетной выставке Эйкмы в Милане. За моей спиной горячая новинка это стильный туристический эндуро Zontas 703F. Помимо 95-ти сильного двигателя, потрясающего дизайна, мне очень нравится то, что у покупателей есть выбор. Либо 19-е переднее колесо, либо, если вы больше любите бездорожье, 21-е переднее колесо. В остальном, посмотрите, защиты, дуги, большие приборные панели, защиты рук. В общем, все, что может понадобиться в дальней дороге по асфальту и бездорожью. Удачная комбинация этого мотора с платформой эндуро дает легкость и управляемость и позволяет мотоциклу уверенно чувствовать себя на грунтовых поверхностях. Собран на раме из алюминиевого сплава высокой прочности. Рама изготовлена по специальной технологии литья компании Тайо. Zonta 703 удивляет богатой комплектацией. Это и полностью регулируемая подвеска Marzocchi, и настраиваемые системы ABS и TCS. Бесключевой доступ, видеорегистратор в обе стороны, подогрев ручек-руля, квикшифтер, даже приборная панель регулируется. И это далеко не полный список. Мотоцикл уже тестируется блогерами и доступен для предзаказа. Переходим к новой модели, к новому Maxi Scooter 368K. Эта модель предназначена как для города, так и для дальних поездок, потому что выше ветровое стекло, шире пластиковая защита и более удобная вертикальная посадка. Прыск топлива на этой модели Maxi Scooter обеспечивает новейшая система Bosch EFI. Испанская тормозная система HeHuan позволяет уверенно замедляться. И если вы заметили, в новой модели добавили еще видеорегистратор спереди и сзади. В общем, спрашивайте в салонах Rolling Moto в 2025 году. Но лично мне больше импонирует модель с литерой G на конце, 368G. Во-первых, по мне это более стильный дизайн, он такой агрессивный. Во-вторых, это Maxi Scooter двойного назначения, можно прокатиться как по асфальту, так и по грунту. Плюс ко всему, это защита дугами дорогого пластика. И если вы случайно уронили этот Maxi Scooter на парковке или зацепили за колодом в городе, это не страшно. В общем, такая стильная городская агрессия. Скутер действительно интересный. Перевернутая вилка, багажник для двух шлемов, дополнительный свет. Можно делать ставки, насколько быстро он зайдет в топопродаж на российском рынке. Это первый скутер в классе Adventure от китайского производителя. И тут он вне конкуренции. Выставочные образцы уже есть в салонах Rolling Moto в Москве и Краснодаре. Так что скутер уже можно увидеть вживую. Спортбайк 703рр. Стильный, оригинальное решение со светодиодами, большая приборная панель, 102 лошадиные силы и удобная для города посадка. Скорее, это мотоцикл для того, чтобы быстро ездить на работу, а после работы еще прокатиться по картодрому. Разгон с нуля до сотни за 3 секунды. Максимальная скорость 250 км в час, вес 196 кг. Суперяркая оптика, тормоза Хэхуан. Стиль мотоцикла попадает в тренды современных 700-кубовых спортбайков, таких как, например, Yamaha R7. Концепт туристического мотоцикла Zontes ZT703T. 700 кубических сантиметров, 102 лошадиные силы, 3 секунды разгон до сотни, высокая степень сжатия. А это говорит о том, что это дорожный мотоцикл, который способен проехать, скажем так, по не самому лучшему асфальту. Тем не менее, это стильно, комфортно, удобно. А еще нужно отметить, что у этого мотоцикла рама из алюминиевого сплава высокой прочности. Она изготовлена по специальной технологии лития компанией Tayo, что в тандеме с регулируемыми подвесками дает нам отличную управляемость. Naked Bike Zontes 703R. Стильный, 102 лошадиной силы, 700 кубических сантиметров. Хотя я бы не назвал этот байк Naked'ом, я бы назвал его Street Fighter'ом. А еще хочется отметить 19-литровый бензобак и изогнутый маятник в форме королочайки. Смотрится свежо и динамично. А еще на Stain Dizontes я нашел вот эту замечательную модель. 125 кубических сантиметров. Но посмотрите, какой стильный дизайн. Посмотрите, как удобно сидеть на нем. Потому что это мотоцикл для невысоких водителей. Плюс он подходит к рубачку. Так что это очень интересное предложение для тех, кто хочет стать мотоциклистом. Эта модель доступна в России с двигателем в 200 кубических сантиметров. За моей спиной очень стильный крузер SWM 1200. То есть ГРОЗА В1200. Эта модель по дизайну и конструктиву напоминает Харли. Настоящий мужской мотоцикл с отличным крутящим моментом. Тестовые образцы уже в России. С ними можно познакомиться в мотосалоне в Москве и Краснодаре. Модель доступна к предзаказу. ГРОЗА ТРАВЛАР 800. Большой туристический мотоцикл. Два цилиндра. В-образная двойка. Большие кофры. Стереосистема. Огромный жидкостерический дисплей. Все для максимального комфорта дальних путешествий. А рядом с ним модель YL800. 800-кубовый двигатель. Вэтвим. Максимальная мощность 61 л.с. на 7000 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент 59 нм на 5500 оборотах в минуту. Ремень от USA Gates. Крутая светодиодная прямоугольная фара. Ширина заднего колеса 200 мм. Рядом расположился XS800 Tuffman. Круизер в классическом стиле. Та же мощность 61 л.с. на 7000 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент 62 нм на 5500 оборотах в минуту. Сиденье с эффектом памяти. Олдскульная круглая пара и широкий задний каток. 240 мм. Гроза Defender 500. Как говорит нам производитель, вместе лучше. Действительно лучше. Ведь мотоцикл с коляской для российского пользователя. Это что-то такое родное и близкое. Вот, пожалуйста, несколько вариантов. Несколько комплектаций. Модные технологии. Светодиоды. Сильные подвески. Отличный внешний вид. Защита. Коляска. Зубастая резина. Что еще нужно? Что еще нужно для того, чтобы прокатиться вместе? За моей спиной стенд Каю. Техника известная. Техника популярная. И сейчас я вам расскажу о нескольких очень интересных новинках сезона 25-го года. Флагманская модель К6Р. 250 кубических сантиметров. Подвески Каят. Шикарные тормоза. А еще и мотоцикл рекордсмен. На нем заехали на Северный полюс. К2 ПРО. Наследник К1. Двигатель стал еще мощнее в 2025 году. Амортизатор задний с прогрессией. Ну и немножко изменился стиль. Так что популярная модель будет еще популярнее. А это квадроцикл KU-3S. Конжектор, вариатор. Здесь сейчас проверим. 15 киловатт. Мощный мотор. И самое главное. ПТС и доступ на дороге общего пользования. Видите, зеркала и фары. Вот это отличная техника для отдыха. Ну и чтобы доехать куда-то. В магазин, например, на даче. Почему бы и нет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА вот еще одна новинка для самых маленьких и кей mb и если бензиновый кемби популярная модель то это должен быть еще популярнее ведь его не нужно заправлять не нужно ничего регулировать не нужно ничего настраивать зарядил батарею посадил ребенка и самое главное очень тихо он отправился покорять трассы мото кросса шустрая машинка для активного отдыха где-то за городом выглядит очень по гоночному 70 минут работы от одного заряда два режима скорости низкие 12 километров в час и высокие 19 километров час быстрая замена аккумулятора без использования инструментов модель и с 125 несколько больше а значит больше возможностей больше вместимости больше потенциала больше максимальная скорость и больше а флагманские электрические баги и с 300 вот это просто бомба мощный двухместный карт для совместных покатушек по бездорожью экологично мощно и драйвово самый мощный баги као с 350 вообще обещают что он будет с птс а значит можно и по лесу и по полю и по дорогам общего пользования бомба 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 бомб Модель TD-110, и теперь это не карбюраторная версия, а инжекторная. И теперь не придется мучиться с настройкой. Сел, завел, поехал. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СХ-50, самый маленький питбайк для самых маленьких покорителей трасс для бездорожья. Две лошадиные силы, и здесь все очень безопасно. Двигатель выключится, если ребенок упал. Цепь защищена. Замечательный аппарат для того, чтобы начать свою мотокроссовую или эндурную карьеру. Кае это клево, Кае это доступно, Кае это качественно. В этом году, уже в будущем сезоне, в 2025-м, много интересных электрических детских мотоцикликов, квадроцикликов и другой техники для того, чтобы наши дети приобщились и открыли свою дверь в мото-мир. И это здорово! Редактор субтитров А.Семкин Циклон РЕ600 на российском рынке РЕ5. Почти 60 лошадиных сил, 20-литровый бак, стиль, смотрите какой байк и великолепные тормоза. Что еще нужно в городе? Максимальная скорость 176 км в час, мощность 59 лошадиных сил при 8500 оборотах в минуту, максимальный крутящий момент 55 ньютон-метров при 6500 оборотах в минуту, покрышки Pirelli, тормозная система HeHuan, большой для классика топливный бак 20 литров. Новый туристический эндуро 550 кубических сантиметров, 60 лошадиных сил, 165 км в час максимальной скорости, вместительный бензобак, вместительные кофры, регулируемое ветровое стекло и возможность легких прохватов по грунту и разбитым асфальтом. Очень популярный сегмент в современном мире, в Европе, российскому потребителю придется по вкусу этого мотоцикла. КОНЕЦ Это модель Yomi, стильный стат, 25-кубовый крузер, аппхенгер, хрустная кодроль, кожаные сидения. А почему бы и нет? Карера 125 и его сосед по стендо RX1. Компактный легкий адвенчер для проездов по городу и грунтовому покрытию. Здесь модель со 125-кубовым мотором, а в России этот мотоцикл появился совсем недавно под брендом Атаки с двигателем 300 кубических сантиметров. Классический дизайн в стиле современных эвенчеров, яркая хищная фара, двигатель с балансировочным валом, гасящим вибрации. Топливный бак 16 литров, колеса 19 передние и 16 задние соответственно. В комплектации идет багажная система из трех кофров, так что прямо из салона мотоцикл уже готов к длительным поездкам. Эта техника доступна к предзаказу. Это были прекрасные два дня. Эйкма, как всегда, порадовала обилием новинок. И теперь вы получили о них представление, так что смело идите в салон Роллинг Мото и примеряйте эти новинки на себя. Ну а на сегодня это все. Всего доброго. Пока!